Сегодня я приехала в Агинскаунс, в один из моих любимых районов. Кто меня давно смотрит, тот знает. Я посмотрела по истории видео, я здесь уже не была больше двух месяцев. А у меня здесь всегда свой маршрут. Я захожу в несколько магазинов, если оказываюсь, возле Агинскаунского рынка. Ну, я подумала, что я сегодня тоже заеду. У меня есть несколько свободных часов. Зайдем с вами в Secondhand Kilomax и, может быть, в Агинскаунский рынок. Ну, не знаю, я его так часто, мне кажется, показывала. Хотя у меня есть новые зрители, может быть, вам было бы интересно. Посмотрим, как пойдет. Начну с Secondhand. Там, наверное, уже что-то к весне завезли, может быть, что-нибудь примерим. Субтитры сделал DimaTorzok. Как всегда, супер хороший выбор всего, но ничего не вижу для себя, чтобы мне понравилось. Буйство красок, буйство расцветок. Я думаю, что, конечно, каждый на свой вкус здесь что-то может найти, но я пока ничего не присмотрела. Тренд сезона у нас все оттенки лавандового, сиреневого, фиолетового. Вот, например, цвет актуальный в этом сезоне и также небесно-голубой. Красивый, нарядный такой топ-блузка с деталью на спине. Видите, какой красивый квадратный вырез. И еще лента с какими-то черными брюками. Нарядный образ можно сделать. И, как я говорила, очень много новых вещей. Вот такая небесно-голубая юбка. Тоже с биркой. Но мне будет большая, к сожалению. Так, какой-то белый джемперок, очень освежающий образ. Мне понравился вот этот жилет. Он очень мягкий. Здесь 50% вискоза. Мой любимый зеленый оттенок. С биркой. На бирке 70 евро цена. И я сейчас его взвесила при цене, сколько там, 27 евро за килограмм. Получается 13,50. Такой кардиган, но в виде жилета. Очень мягкий. От этого же бренда, что и жилет, есть новое пальто. 30% шерсть. Коричневая, черная клетка мелкая с поясом. Бренд называется Object. Вообще качество неплохое. И оно стоит 140 евро на бирке. А на весах я сейчас взвесила 43 евро получается. Очень приятный расцвет, как и у кардигана, но он супертяжелый, просто очень тяжелый. Взяла померить вот такой жакет. Здесь 90 или 80% хлопка. Очень хорошая расцветка, но он мне маловато казался. Нашла такую приятную искусственную шубку. Даже курточка такая просто мягчайшая, абсолютно новая. Капюшончик. Сейчас померяю. Мягкая-мягкая вообще. Закрывается на кнопке. В общем, ничего я не купила. Все, что померила, показала. Как-то ничего мне не приглянулось сегодня. То, что мерила, мне не понравилось, как сидит. Так что подошла уже к Агинскаунскому рынку. Вот он, красавец. Еще так солнце сегодня чудесно светит. Посмотрите на цвет этого неба. Мне кажется, солнечные очки уже можно было спокойно надевать. Я хочу зайти в книжный. Здесь вот напротив меня Янис Роза, книжный магазин. Посмотреть, что там интересного. Затем в сам рынок можем зайти посмотреть. Ну, тоже, может быть, вкусненькое что-то купить. Или просто посмотреть на красивую еду. Ну и все. Программа такая сегодня. Не очень интересная. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну я уже зашла на сам Агинскаунский рынок. Смотрите, здесь прям сразу вот такие люстры. Здесь, кстати, можно с собаками спокойно проходить. Очень много, я заметила, с собачками. А вот этот шкаф, я не знаю, показывала я или нет. Туда можно приносить ненужные всякие банки. Я не знаю, их дальше там как-то перерабатывают или что с ними делают. Но такой специальный шкаф здесь стоит. Вот еще одна собачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идеальный выбор всего чего. Вот такие красивые пирожные по 2,75, по 3 евро. Медовый торт с вишней 2,65. Ну просто глаза разбегаются. И таких пекарен здесь несколько разных. Сейчас, может быть, еще какой-нибудь пройдем мимо. Везде очереди. Тоже сладости разные на развес. Смотрите, клубника в белом шоколаде. 3,50-100 грамм бельгийский шоколад. И восточные сладости халва. Для тех, кто недавно подписался на мой канал, может быть, не из Риги, не из Латвии. Это наш исторический рынок. Здесь очень давно был. Но несколько лет назад, пару лет назад здесь сделали обалденную реконструкцию. И сейчас это одно из самых стильных, популярных мест в Риге. Здесь и продукты, и овощи, и фрукты, и кафешки, и пекарни. И наверху, да, столики. Все самые стильные кофейни здесь. Да, конечно, цены здесь дороже, чем в магазине, дороже, чем на простом рынке. Но сюда стоит сходить и провести хотя бы разок. Очень много туристов. Вот насколько я не люблю снимать людей, ну, чтобы не раздражать никого камерой. Но здесь, конечно, это невозможно. Не так давно здесь открылось лидо. Это одно из последних, мне кажется, что здесь открылось. Что у нас здесь? А, здесь все из конопли. Конопляное масло, конопляный какой-то песто. Еще одна пекарня тоже. Друсту салдуми. И рядом лачи. Это тоже популярная у нас сеть лачи. Кондитерская, тортики, пирожные, клеры. Ну, здесь такие цены, кстати, побюджетнее. Как в лачи есть в центре города, так же и здесь. Одна из зрительниц, кстати, меня спрашивала про хлеб, который с сухофруктами. Я вот писала, что, возможно, в лачи один из самых вкусных. Ну, честно, я не пробовала. Я просто знаю, что лачи одна из популярных вот таких пекарен. И вот здесь, например, темный хлеб с фруктами 2 евро. Они сами пекут. Сколько здесь получается? 300 грамм есть темный и есть посветлее. Тут орешки, сухофрукты. Ну, честно, не знаю. Может быть, и повкуснее где-то есть. Может быть, и зрители кто-то знают, где у нас самый вкусный хлеб с сухофруктами. Вот это вся продукция лачи. И печенье, и безе, и хлеб, и конфеты. Яйца кусочками. Три пятьдесят, три тридцать, три восемьдесят квадратики. Сегодня просто невероятное солнце. Плюс девять градусов, весна. Я думаю, что я возьму сейчас кофеек и сяду просто на скамейке на улице. Открой сезон. Так, ну что же, вечер стемнело. Я приехала на ужин, поужинать с подругой. Будем сегодня ужинать в красивом ресторане Портофино. Это итальянский ресторан-пиццерия в тихом центре на улице. Играет музыка. у меня салат с артишоками креветками королевскими и еще должны быть где-то внизу авокадо пока не вижу наверное под артишоком бокальчик савиньо и комплимент хлеб как всегда это наверное очень вкусно здесь какой-то маслица дианчик у тебя равиоли до наполнение омар и какая-то икрата мне кажется я вижу красная выглядит очень красиво попробую разрезать этого мара какой-то соус там я думаю что это очень о я вижу да шикарное наполнение ну что хорошо сидим приятного эти обалденные хрустящие крекеры и еще маслица но они даже так сами по себе очень вкусно так стало очень шумно да просто полный ресторан полная посадка рабочий день понедельник на секундочку просто ни одного свободного места надеюсь меня слышно мы уже дошли до десерта у нас капучино у меня латте у дианчика и у нас канале причем это была одна порция в одну порцию входят две штуки но мы попросили разделить и получилось очень удобно это у нас канале с фисташкой да ну что чудесный ужин в ресторане портофина подошел к концу было все очень вкусно на этом я буду заканчивать свой влог всем огромное спасибо за просмотр мы увидимся с вами совсем скоро и всем пока